Об этом музыканте говорят как о Бобби Дилане и Чаке Берри в одном лице. Одной из самых знаменитых и вместе с тем недооцененных фигур советского и русского рока. В зоопарке Майк сильно выделялся на фоне остальных. Он был самый такой широко образованный человек и самый яркий. Его смерть наделала много шума. Одни говорили, что причиной трагедии была невоздержанность музыканта в употреблении алкоголя. Другие утверждали, что рокеру помогли умереть так рано. Так или иначе, но в августе 91-го года сердце этого человека остановилось. Его звали Майк Науменко. Специально, конечно, нет. Но, видимо, какой-то микроинсульт, он упал, ударился и все. Алкоголя в крови не было. Рок-н-ролл, конечно, это и судьба. И было бы даже как-то нелепо ожидать от самой, я бы сказал, дерзкой группы питерского андеграунда какой-то благополучной судьбы. Ну и то, что там пиво-пиво, и не только пиво, и каждый день, и все такое. И там гастроли, и, ну, не знаю, все вместе. Наверное, вот так вот. А потом, ну, как, не знаю, случайность, которая бывает иногда не случайной. Лето 1980 года. Ленинград. Только что закончился второй призыв в Афганистан. Вскоре начнется Олимпиада. В Госкино приостанавливается закупка иностранных боевиков. Советские кинокомедии становятся грустными. А в Питере с полок магазинов исчезают продукты. Прогрессивная молодежь болеет рок-н-роллом. В фаворе – кухонные концерты, на которых все чаще звучит песня «Моя сладкая Энн», написанная Майком Науменко. Все было так, как бывает в мансардах. Из двух колонок допласился бах. И каждый думал о своем, кто шести миллиардов. А кто всего лишь о пяти рублях. И кто-то, как всегда, нёх мне чусь о тарелоках. И кто-то, как всегда, проповедовал цен. А я молчал в углу и думал. С кем и тем и прорывая эту ночь. Моя сладкая Энн. Толчком была песня Лурида о сведении. Но потом, как стали называть некоторые критики, циклопедия русской жизни. Эта песня. Потому что она переросла. Эту строчку, естественно, и всё не о том стало. Если для этого, в своё время, для подобного гиферамба Пушкину пришлось написать целого Евгения Онегина, чтобы о нём так сказали, то Майку достаточно было одной из его знаменитых песен, чтобы такой тонкий и умный писатель, как Петрушевская, сделала такой возвышенный вывод и заключение. В рок-н-ролльной тусовке долгое время спорили, про кого поёт Майк в этой песне. Сам Науменко говорил, что его героиня – потрясающая женщина, которую он безумно любит, но при этом не совсем уверен в том, что она существует в природе. А в реальности прообразом «Сладкой Энн» была ленинградская художница Татьяна Апраксина, с которой у Майка был страстный роман. Ну, «Сладкая Энн» девушка такая довольно стервозная, капризная, хоть и симпатичная, такая недомашняя. Не знаю, он даже не хотел бы, чтобы она была любовницей, а не то чтобы женой. Такой старомодный Майк в шляпе, красивая, экстравагантная, элегантная, весёлая. Такая боевая подруга. И он вообще писал, как жил. Настоящий был поэт. Надо отдать должное, что некоторые, особенно лучшие лирические песни Майка, это настоящая такая поэтическая исповедь. Не знаю, как они там посмотрелись отдельно на бумаге. Я считаю, что ни песни Высоцкого, ни песни Башлачёва на бумаге тоже так здорово не смотрятся, как в наушниках. Думаю, Майка то же самое. Мне кажется, что его внешний образ и образ жизни несколько расходился с тем образом, который рождали его песни. И он совершенно не стремился на этот образ походить. То есть вот Борис Глебенщиков, он как-то всегда стремился соответствовать своему образу героя. А Майк, мне кажется, как-то только на сцене этим ограничивался. Весь Ленинград распевал песню «Моя сладкая Энн». Но мало кто видел в лицо автора и исполнителя. Однако вскоре всё изменилось. Явление Майка было обеспечено Глебенщиковым и его друзьями из аквариума, и Артёмом Троиц. Потому что до этого явления в концерте аквариума в районе Чертанова на Варшавском шоссе, в каком-то странном мистерстве. А Майке ходили только легенды и слушали его пару песен. «Ты дрянь» и «Моя сладкая Энна» уже были на слуху. Но это было нечто такое мифическое фигура. В течение нескольких лет продолжалось сотрудничество Майка с Борисом Глебенщиковым и группой «Аквариум». Они часто давали совместные концерты и записали акустический альбом «Все братья-сёстры». Это была одна такая родственная, большая, рок-н-ролльная питерская душа, которая потом приняла Суэлона и Суэ с рыбой. И также трепетно аквариум Боря с друзьями обеспечили им первые записи, и познакомили их с Андреем Тропило, вот, собственно, который записал и лучший альбом, и «Зоопарка» в том числе. Майка вообще ко всем музыкантам относился настолько без какой-то ревности. Он говорит, нам делить нечего, мы одно дело делаем. И старался помогать молодым ребятам обязательно. Запись альбома «Все братья-сёстры» происходила на берегах Невы, на обычный магнитофон «Электроника-302». Рок в Советском Союзе был официально под запретом. И о работе в профессиональной студии музыканты даже не мечтали. Просто был список групп, которые там запрещены, и всё. Я не говорю, что плохо действует на молодёжь, что молодёжь может там выйти из-под контроля, там, ещё что-то. То есть там какую-то опасность чувствовали от родной музыки и всё. В 70-е годы в Питере, несмотря на вот эту эпоху застоя, они сумели организовать какой-то свой параллельный мир. Об этом не раз и писалось, и говорилось участниками процесса. Майк, по-моему, об этом не успел особенно поговорить. Ну, думаю, он бы со мной согласился. Это был тот мир, в тот период и были созданы, и его лучшие песни, и ранние песни Гребенщикова. Однако вскоре пути Науменко и Гребенщикова разошлись. Майк создал свою собственную группу. И по аналогии с аквариумом назвал её зоопарк. Он такой один из краеугольных камней питерской рок-сцены и, можно сказать, рок-славы. Потому что, если мы говорим, это аквариум, кино и зоопарк, то это действительно три группы, которые по-разному, но вместе одновременно и заложили основу той репутации, которую Питер имеет, так сказать, в той рок-революции, которая у нас произошла в 80-е годы. Те музыканты, которые играли в группе зоопарк, возложили разную принципиальную позицию. Аквариум был образ жизни. И люди, которые в нём играли в 80-е, 80-е годы, они вместе не только играли, они вместе проводили время, им вместе было интересно. Они все, грубо говоря, смотрели в одну сторону. Может быть, они равнялись набору, может быть, они не равнялись. Но им было интересно всем одно и то же. А в зоопарке это были совершенно другие люди. Мать был достаточно ленивый по жизни человек, это были люди, которые оказались рядом с ним. Он, конечно, был больше домосед, чем аквариум и кино. Меньше любил путешествия. И, пожалуй, он, наряду с Дюшей, как раз Романовым, самый главный петербуржец и фанат своего города. По иронии судьбы, в последний раз Майк вышел на сцену вновь вместе с Борисом Гребенщиковым. Они вновь пели вместе на концерте, посвящённом десятилетию ленинградского рок-клуба. Майк, в общем, недопущенный жюри с участием из группы «Зоопарк», потому что там посчитали, что они не в лучшей форме, нет нового материала. Тем не менее, группа «Аквариум» попросила его выйти на заключительный концерт. И вместе спели один из основных хитов питерского рок-н-ролла «Пригородный блюз». Майк, в общем, недопущенный жюри с участием из группы «Зоопарк» У него была такая любимая фраза, что он в 17 лет понял, в чём смысл жизни, как бы дальше он просто жил. И мне кажется, это на самом деле было так, потому что про многих можно сказать, что бы он делал. Если бы не, мы могли бы сказать, что бы сейчас делал Сергей Курёхин. Мы могли бы предположить, что Путин был бы у Цоя, у Башлачёва. Мне кажется, что невозможно сказать, что бы делал Майк, потому что он ничего не делал уже к моменту, когда он умер, уже несколько лет. Вскоре после этого концерта Майка Науменко не стала. Музыкант умер в возрасте 36 лет от кровоизлияния в мозг. Предопределённость в судьбе он выразил в нескольких своих песнях. «Другого не дано» – это слова из его песен. Всё будет так, как оно быть должно, всё будет так, другого не дано. И если всё будет так, значит, так надо. Это, собственно, его классика. У него было очень счастливое лицо. Спокойное. Такого я в жизни не видела. У меня просто там была истерика. Я всех стала выгонять из зала. Прощание. Подошла и так успокоилась, потому что я поняла, что человек уже знает то, что нам ещё предстоит. Я ему даже позавидовала, я помню этот момент. И вот у него было такое спокойное, почти счастливое лицо. Эту смерть, с одной стороны, можно назвать абсолютно случайным случаем. Мало ли кто может споткнуться и удариться головой. Но в таких случаях дети так погибают. Но с Майком я бы так не назвал это. Так вот уж совсем какой-то... Какая-то есть в этом печальная закономерность. Все песни, которые исполняла группа «Зоопарк», были написаны Майком. Особенно ему удавались тексты. Критики даже называли Науменко первым бытоописателем интеллектуального подполья. У Майка был наиболее академический подход к рок-н-роллу. Поэтому для него люди, заложившие первоосновы именно рок-н-ролла, были теми краеугольными камнями всего этого огромного здания, мировая рок-музыка. И он их особо уважал. В своих композициях Майк сочетал несочетаемое. На него оказывали влияние мелодии советской эстрады, поэзия Серебряного века и зарубежные рок-исполнители. Даже песни, любимые им в 70-е годы пендицалы Пугачевой, тоже как-то повлияли. Не знаю, он к ней хорошо относился. Он вообще был человеком очень добрым. И в нем не было такого, такой фонобери или пренебрежительности к людям других культур. Он, кстати, на самом деле гораздо больше, чем другие питерские музыканты. Интересовался роком вообще по всей стране. Он какие-то фантастические группы вытягивал. Всех заставлял слушать какие-то бобины, которые ему присылали. Говорит, смотри, какая классная группа. Ты дрянь! Лишь это слово способно отбить. Ты дрянь! Я не хочу тебя любить, но не могу ненавидеть. Ты не тот человек, в котором я истоксады не жри. Девочки, которые на бэк-вокале как-то ассистировали Майку в какой-то период, тоже были очень хороши. И тогда это было для Питера новшество, чтобы появились как в западных командах две или три девчонки, которые очень хорошо и смотрятся, и аккомпанируют вокалом главному певцу. И все это было у Майка. Песни, написанные Майком, знала наизусть вся прогрессивная молодежь Советского Союза. Несмотря на то, что официально они были запрещены и не тиражируемы. Если люди пишут песни не про завод, не про поля, там вообще какие-то странные, призывают к чему-то странному. Ну, это тема огромная совершенно. Я не знаю, как ее сейчас так быстренько рассказать. Но почему они запрещали, я не знаю, Венечку и Рафию? Почему мастер Маргарита запрещался? Почему Цветаева? Ну почему? Вот объясните. Майк, наверное, бы не мог вписаться ни в какие отношения со властью. Я скорее даже себе представляю, ну, Гребенщиков я уже представляю, он уже с властью подружился. Цоя тоже себе представляю. Не потому, что он был более склонен к компромиссам, а потому, что у него такая какая-то была восточная мудрость, которая могла на все это взирать свысока, на все эти приходящие отношения. А вот Майк в силу какой-то внутренней рок-н-ролльной бескомпромиссности вряд ли бы во что-то вписался. Записи далеко не лучшего качества переписывали кустарным способом. Концерты устраивали в небольших клубах, а часто просто на квартирах. Любимым местом тусовки питерской молодежи была коммуналка Майка Науменко. Во-первых, она была в совершенно ужасном месте. Просто за предельным местом, которое было полностью окружено чудовищными лимитскими общежитиями на страшном Лиговском дворе. И, по-моему, никто даже не знал точно его адреса. Все знали, что где-то там на Боровой есть такая арочка, заходишь, там написано «Н» и другие. Так его можно было найти. Она была не только без ванной, она, по-моему, была даже без горячей воды. Общежитского типа, какой-то ужасный коридор. В коридоре была малюсенькая комната. В маленькой комнате Майк жил вместе с женой Наташей и маленьким сыном Женей. Но втроем они оставались крайне редко. В доме постоянно были гости. Женя жил в маленькой кроватке. Вечером приходили гости. И ровно в 9 часов вечера Женю укладывали спать. Это заключалось в том, что на него на кроватку накидывали покрывало, как на попугая. И считалось, что Женя спит. После этого включалась на полную громкость музыка или телевизор. Приходили гости, выпивали вино. И считалось, что Женя спит. Вот как маленький попугай. Накрыли попонкой. И все. Наступила ночь. Приезжало огромное количество народу из разных городов. Мало того, что полпетербурга знакомых, там старые друзья какие-то. Начиная там, Москва приезжает. Челябинск, Свердловск, Новосибирск, Владивосток, Калининград, Казань. В общем, почти все города. Люди приезжают специально пообщаться с Майком. Последний раз все питерские рокеры встретились в легендарной коммуналке в конце августа 91-го года, чтобы помянуть Майка Науменко. Туда тоже все пришли с кладбища и тоже пели песни. Пел песни его такой очень верный поклонник Климов, по-моему, фамилия, из Владивостока. Пел блюзы, посвященные Майку. В середине 80-х ситуация в стране стала меняться. Началась перестройка. Рок-музыканты вышли из подполья. Да привыкли они быть в подполье. Привыкли вот так вот это адреналин, там какие-то подпольные концерты, сейшены. Такие ездили куда-то там, чтобы увидеть музыкантов. Привыкли эти пластинки, там не знаю, каким способом добывать, которые за границей приходят. Это был привычный образ жизни. Это когда стало все можно, тогда стало очень странно. Ну вот, и как-то так, непонятно, что дальше делать, как жить в этом воздухе, разряженном уже. Он мог бы, наверное, сказать вслед за Высоцким, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Вот, пожалуй, единственное, кто по наследству мог бы этот девиз взять на вооружение из рок-музыкантов после Высоцкого, Майка. В 87-м году группа «Зоопарк» прошла тарификацию в Ленконцерте. Начались гастроли по всему Советскому Союзу. Но радости Майку Науменко это не приносило. Когда весь этот его, пусть бедный, но уже сложившийся быт стал рушиться, и цены с каждым днем стали повышаться, вот все просто вспоминают, как он от этого физически страдал. Он, наверное, умел обходиться минимумом, умел жить, что называется, по возможностям. И вдруг, когда все это стало разваливаться, и стало непонятно, а что будет уже завтра, даже не послезавтра, думаю, что это усугубило его психологические проблемы. Мне кажется, что он не ловил кайпа от концертов как такового. Слава Бутусову, он об этом говорит. Майк, в общем-то, об этом никогда не говорил, но мне не кажется, что ему... Может быть, как бы ему это и нравилось, но от этого не было такого ощущения. Мне кажется, что вот в этот момент, в конце 80-х, у него как-то очень быстро наступила усталость. Не от Славы, а именно от концертов. Мне кажется, что он был достаточно домашний человек, и вот все эти переезды, они... Есть кто-то, кому от этого было здорово. Мне кажется, что ему это все было скучновато. Все чаще Майк вместе с музыкантами зоопарка злоупотреблял алкоголем. Впоследствии именно эта пагубная привычка стала причиной смерти Науменко. То, что погубило во многом наше поколение, это пьянство. Пожалуй, другого недостатка за ним и за группой зоопарка я уж никак не могу найти. Они, пожалуй, вобрали в себе пьянство в квадрате, в кубе. Кто-то не верит, кто-то говорит, что ударили, я не знаю. Но вот это ощущение, кстати, я сейчас поняла, у него есть песня «Выстрелы». И там такое ощущение, что в него стреляют все каждый день понемножку. И что это, в общем-то, пробивает в человеке сердце, грубо говоря, защитную какую-то оболочку. Человек потихонечку уже понимает, что в него стреляют. Те же друзья, которые, то есть не друзья, а какие-то неизвестные люди приезжают, заставляют его выпивать, а потом, чтобы только гордо сказать, он мой друг, я с ним пил. Это грустная сторона группы зоопарк. Тот случай, когда за такую, я бы сказал, яркую рок-н-ролльную репутацию они заплатили, можно сказать, своей кровью. Друзья любимые, очереди, учреждения, все человека потихоньку убивают. Такого человека, который это ощущает очень тонко. Который сам по себе очень нежный человек, а Майк очень нежный человек внутри. Проблемы со здоровьем появились у Майка в конце 80-х годов. Резко ухудшилась моторика левой руки. Ему сложно стало играть на гитаре. Он почти перестал писать песни. В довершении всего от Науменко ушла его любимая жена Наташа. Я просто забежала, показала свидетельство о разводе. Вот так посидели. По-моему, Цуя помянули чуть-чуть. Вот так очень дружески посидели. Аня очень удивилась, я не верю. Ну, как это так все? Все так хорошо. И пошел меня провожать на поезд. Все. В году 85-86 записал последний альбом. После этого у него практически не было песен. Было немножко песен, но он, в общем-то, даже не стремился их записывать, хотя были возможности. Он совершенно не стремился их играть. Мне кажется, что есть такая история, что человек блескивается в нескольких альбомах, в нескольких каких-то историях. И как бы все, да. Дальше, может быть, прошел бы какой-то путь, он снова бы начал записывать. Но насколько ему это было бы интересно, и насколько он хотел бы быть тем седым динозавром, который прыгает на сцене в любом возрасте, большой вопрос. Утром мы посетили, собственно, на годовщину могилу Виктора Цоя, а потом пришли вечером к Майку. И Майк, конечно, мне тогда произвел довольно тяжелое впечатление. Он такой был опухший. Это было за 12 дней до его такой нелепой гибели. 27 августа 1991 года Майк неожиданно упал на улице. У него случился микроинсульт. Состояние было критическое, которое усугубилось еще черепно-мозговой травмой. То, что Майк спохмелли, шел по своему родному, значит, этому переулочку, по Боровой, споткнулся и неудачно упал. Ударился головой о бордюр, о каменный бордюр тротуара. Вернулся домой. У него сильно болела голова. Он лег. Насколько я понимаю, ему несколько раз предлагали сразу вызвать скорую помощь. Что-то такое. Но просто какое-то время он отказывался. Или люди не могли собраться. И к вечеру у него так ему стало совсем плохо. То есть потеряно было много времени. Мальчик видел, как он на улице просто упал на ровном месте тоже. Я не знаю, наверное, все-таки микроинсульт. Но потерял сознание, он стал несилый человек. Упал неудачно. Потом снова опять потерял сознание дома. Как-то вот еще вот так жил, ходил, там чайник ставил. Судя по тому, как развивались события, конечно, его бы спасли. В таких случаях делают операцию. Там не было какого-то там такого. Но, видимо, потеряв целый день, плюс организм, безусловно, был ослаблен. Я повторяю, что я один из последних москвичей, кто его видел за 12 дней, он, конечно, очень сдал из-за пьянства распух. Так что, я думаю, тут все одно к одному. Никто ничего не понял, что случилось. Он просто лег, сказал, что он поспит. Потом это очень затянулось. Мы видели, как он упал просто в коридоре, просто так на ровном месте. Потом поняли, что что-то не так. Позвонили маме, она и так должна была приехать. И врача вызвали. Врачи отказались госпитализировать. Сказали, что он там не лезал при инсульте. На руках у матери, наверное. И потом оказалось, что перелом основания черепа. Майк Науменко прожил короткую, но яркую жизнь. В памяти целого поколения он остался ярким представителем питерского андеграунда. Музыкантом, равных которому нет. И место Майка осталось, конечно, так же не занятым, как место Цоя, как место Башлачева. Да, это все такие фигуры, которые уже вошли в пантеон. Ничего похожего больше не будет. Субтитры создавал DimaTorzok